12 июня 2020 года. Доброго здоровьица. Накануне перед сном тмин, пол чайной ложки настой чаги, 150 грамм и хлеб с четырьмя каплями дёгтя. 8 часов подъём, спал плохо, не просыпался, ноги практически не беспокоили, слизь не отходит, ранки затянулись и вокруг них небольшие плотные волдырезы с белым налётом, прополоскал солевым раствором, 8,15 сода чайная ложка плюс тмин 1,2 чайной ложки. 8,45 вода, 50 мл с двумя каплями дёгтя. При проглатывании область глант легко обожгло, припекло. В дальнейшем наблюдались отхаркивающие позывы и желание прокашляться, температура 36,7. 12,40 магний, сульфат, пол пакетика. 14,30 стул, 100%, одна часть, вернее первая часть мягкая, правильно оформленная, колбасообразная, вторая часть кажется, третья часть жидкий сифон, всё коричневого цвета с кислым запахом. Обнаружены достаточно многие слизи в виде ниточек и плёночек, всё это паразиты, так или иначе представлены ниточками или плёночками. Опорожнение полное, легко в одно натуживание. В течение дня, три раза в день в ванночке с горячим солевым раствором и дальнейшим смазыванием стоп керосином на гвозняке. После керосина ощущения великолепны, лёгкий, комфортный, прогревающий эффект. Кожа после впитывания через 15 минут, керосина становится мягкой и шелковистой, как у новорожденного. Чудеса! Через час плотные волдыри зудят и хотят, чтобы их почесали. Через час проходит. Волдыри по-прежнему держатся весь день. Завтра, возможно, попробую имбирь, либо дёготь. Посмотрю, как будет состояние стоп с утра. Керосин нравится, как работает. Но надо сравнить. Утром две капли дёгтя с водой в 22.50. Пять капель дёгтя с хлебом в животе заурчало после приёма. Далее, жую тмин, гвоздику, пью настой чаги два раза, тмин, пол чайной ложки утром и на ночь, сухую чагу, полоскание солевым раствором и марганцовкой. Вибрационный ряд неоднократно. В 15.00 нарастает внутренняя энергия, пошла вибрация. С 15.00 до 16.00 хорошо подремал, ноги не беспокоили. Однако, в течение дня всё же в ощущениях ещё чувствуется небольшой тяж от большого пальца до колена левой ноги. Итого, ножки продолжают идти на поправку. Небольшие плотные волдыри вокруг затянувшихся ранок держатся. После солевых ванночек и каросина хорошо стала отлетать старая мёртвая кожа. Да, берите на заметку. Вот такие вот простые фразы много значит. Берите на заметку. Температура перед сном сейчас 36,8. Перед сном почувствовал, что меня продуло. Подумал, ну всё, заболел. А утром встал и ничего. Это хорошо. С уважением, Эдуард. Так, что я советовал. Что делать с ногами? В ванночке с горячим солевым раствором. 2-4 столовые ложки на 4 литра воды. Вода горячая, 45, ну 42 градуса. Чтобы хорошенько распарились. Делать 2-4 раза в день по 10-15 минут. После обтереть насухо и смазать керосином. Солевой раствор вытягивает из ткани стопы воду и всё, что в ней есть под кожей. Керосин должен дезинфицировать и заживлять, что он и делает. Попробуйте для начала раза два. Если работает как описал, смело продолжать. Если запах керосина неприятен окружающим, попробовать без него. А можно заменить имбирем. Имбирь размолоть в кашицу, на ватку и протереть болячки стопы. Можно и дёготь попробовать, что будет лучше работать. Ориентир на результат и собственные возможности. Далее смотрим, что тут язык белый. Что тут выходит разная бяка-кака. Так, значит пишет. Ну что, дело идёт. Будем продолжать. За двенадцатое стопы. Стопы довольно-таки нормальные. Это уточкам были стопы. Двенадцатого это в одиннадцать тридцать стопа. Какая у нас? Правая. Это стопа правая в двадцать два тридцать. И левая. Ну, смотрится так хорошо. Значит, я пишу Эдуарду. Правая нога практически здорова. Он отвечает. Да, правая хорошо. Я ему советую на левую ногу делать в ванночки. Вот те солевые, о которых я уже ранее говорил. Эдуард пишет. Значит, будем выпаривать. Молодец. Очень важно, чтобы человек тебя слушал. Чтобы всё это как-то делалось осознанно. С пациентом. То есть, врач и пациент должны друг друга понимать. Тринадцатого июня. Накануне перед сном выпил настой чая 150 грамм. Этмина пол чайной ложки. Чуть позже хлеб. Плюс пять капель дёгтя. Восемь тридцать. Подъём. Спал хорошо. Ноги не беспокоили. Язык с белым налётом. Прополоскал марганцовкой. Девять ноль семь. Сода чайная ложка. Девять девятнадцать. Вода пятьдесят грамм. Плюс пять капель дёгтя. Зашло хорошо. Девять сорок четыре стул. Первая половина. Горязная жижа муть. Там и чага, и тминь. Коричневого цвета с кисловатым запахом. Ничего не обнаружил. Двенадцать ноль. Магния сульфат. Пол пакета. С шестнадцати пятнадцати до восемнадцати тридцати. Лёг, дремал и спал. Ноги не беспокоили. Двадцать два двадцать один. Вода плюс шесть капель дёгтя. Температура тридцать шесть и пять. В течение дня три раза солевые ванночки плюс каросин на гвоздики. То есть, чтобы всё это работало, тянуло этот грибок изнутри в наружу. Слизь уже не отходит. Ранки затянулись, подзаживают. Волдыри по краям ранок визуально и на ощупь подсдулись. То есть, усохли. Примерно на одну четверть. Отёк на суставе второго пальца. Немного спал. Пробовать другую вместо керосина пока не стал. Решил продолжить с ним. Чага сухая. Пол чайной ложки два раза. Настой чаги 150 грамм один раз в день. Полынь одна треть чайной ложки один раз. Полоскание керосином на гвоздике один раз. А также марганцовка и солевой раствор. Жую гвоздику и зиру. Вибрационный ряд неоднократно. Итого, с ножками положительная динамика. Волдыри потихоньку сдувается. Болевые ощущения в ногах практически нет. Днем чувствовал едва уловимый тяж в левой стопе от большого пальца до колена. Сильная красота в области гланды справа заметно снизилась. Становится более светло-розовой. Белый гнадик в области миндалины слева до сих пор. Впервые обнаружил его 2-го, 04-го, 20-го. В это время полоскал уриной и керосином. В марте прошел курс тройчатки, что сработало. Возможно, он был уже давно, а я горло внимательно не рассматривал. С уважением. Язык, язык белый. Все говорит о том, что молочница так. А вот стопы, стопы выглядят прекрасно. Вот они фотографии, молодец. Что я ему советую? Все так, в области гланд полощите или смазывайте керосином раза 3-4 в день. Без фанатизма, но чувственно, чувствительно. Главное не сжечь слизисту. Ноги парят в целевом растворе. Можно в нем чуток марганцовки добавить. Продолжаем работать. Эдвард говорит спасибо за совет. Продолжаем с поправками. 14 июня. Накануне перед сном выпил 5 капель дегтя с водой 50 грамм. Чуть позже прополоскал горло керосином на гвоздике. И правильно. В 8.30 подъем спал хорошо. Ноги не беспокоили. Язык с белым налетом. Прополоскал солевым раствором, чтобы быстрее вот это все это белое, белый налет отходил. На безымянном пальце левой руки в области суставов выскочили прыщики, зудят. К вечеру уже не беспокоили. Почти прошли. Видите, как грибок бегает по организму. 8.50 сода чайная ложка. 9.15 вода 50 грамм плюс 7 капель дегтя. Нормально. Зашло 9.40 тмин. 1.2 чайной ложки. 10.20 стул 100%. Первая часть колбасообразная, вторая часть чуть студенустой кашицы. Все коричневого цвета с кисловатым запахом канализации. Ничего не обнаружил. 10.40 сухая чага. 1.2 чайной ложки. 11.15 полынь пол чайной ложки, то есть сухого вещества. Травку смолоть, половина, чтобы чайной ложки было раз и там запить ее. То есть вот так принимается. 11.30 солевые ванночки для стоп с добавлением марганца плюс керосин на гвоздики. Слизи нет. Волдари потихоньку уменьшаются в размере и подсыхают. 14.10 температура 36.9 мысль. Воспаление. Сильная красота в области гланд справа. Не весь сколько лет. Напрямую связано с правым глазом, который у меня хуже видеть, чем левый. На одну диоптрию всю жизнь. При диагностике у окулиста установлено, что правый глаз у меня ведущий. Есть такое понятие, оказывается. В тонких ощущениях чувствую передающееся напряжение от воспаленной правой гланды на правый глаз. Видите, как все связано? Человек начал болеть ангинами, село зрение. Думает, связано, это не связано. Все связано. Возможно, это и есть одна из причин плохого зрения. Тонус правого глаза всегда был хуже, чем у левого. Правый глаз всю жизнь вялый, как чахлая миндалина справа. Даже века правого глаза чуть опущена. Вот такие наблюдения. Видите, как действуют? Наблюдайте себя, наблюдайте внимательно, оценивайте. Что, что, как, сопоставляйте. И тогда вы многое поймете. В течение дня три раза солевые ванночки для стоп с добавлением марганца, плюс керосин на гвоздики. Последний раз при сном пальчики и волдыри левой стопы смазал дегтем. Посмотреть, как сработает. Правильно, надо экспериментировать. Волдыри уменьшаются и подсыхают. Четыре раза полоскал керосином горло на гвоздики. Утром и вечером с водой дегать по 7 капель. Вибрационный ряд неоднократно. Чага сухая полчайной ложки два раза. Полынь полчайной ложки один раз. Тмин полчайной ложки утром и вечером. Жую зиру, гвоздику, полоскание солевым раствором и много чеснока. Правильно, надо жгучими вот этими всеми травами, веществами, как бы сказать, обеззаражить слизисту, которая там у нас пропитана всеми этими бациллами. Итого, с ножками продолжается положительная динамика. Волдыри на большом и втором пальце уменьшилось на две трети, а на третьем пальце на одну треть. С утра чувствовал небольшой тяж от большого пальца левой стопы до колена. Днем и до настоящего времени его не ощущаю. Краснота глады справа и гнадик слева держится. Температура 36,6. Здесь рисунок языка. Здесь фотографии у нас стоп. Я ему отвечаю, все нормально, продолжать, подналечь на горло, но слизистую не сжечь. Это очень важно. Так вот эти все вещества принимать, жгучие там, чтобы они, как бы сказать, пропекали, чувствовалась теплота, чувствовалась работа, но слизистую не сожгли. Значит, что я ему говорю. Рот полоскать теплым солевым раствором. Хорошая концентрация, но не рапа. То есть не слишком сильно. Пять минут. После этого сразу керосин с воздикой прополоскать и сплюнуть. Можно разбавить с маслом, водой минут пять. Важно, чтобы слизистую не сожгло. Я вот предупреждаю, слизистую не должно сжечь. Это важно. Можно попробовать сделать крепкий отвар полыни и в нем растворить соль и прополоскать. Ориентируйся по ощущениям. Так, 14-го я еще советую следующее. Немного изменим воздействие на гладу. Все отметим до 2-3 дня. Будем использовать, значит, хрен. Хрену, к сожалению, не нашел. А жаль. Что я пишу? Свежий хрен натереть на терке, примерно чайную ложку, и залить столько воды, чтобы хорошенько жло, но не сожгло. Итак, 3-5 раз в день по 5-7 минут. Дозировку воды к хрену подобрать опытным путем. Кстати, кашицу из хрена. И на ноги можно попробовать наложить, но осторожно. Но он не нашел. Далее я предостерегаю. Особо напомню, что слишком больших концентраций из перечисленного, особенно жгучих, не требуется. Важно, чтобы ощущение тепла и работы, но не сжение, а тем более, но не сожжение. Но он пишет учту. Итак, 15 июня. Накануне перед сном выпил 7 капель дегтя с водой. Тмин пол чайной ложки. Чага сухая пол чайной ложки. Полоскание керосином на гвоздике. Все с интервалом во времени. В 8 часов подъем. Спал хорошо. Ноги не беспокоили. Язык с белым налетом. Прополоскался влюбленным раствором. Плюс марганец. При осмотре левой стопы обнаружил, что волдыри сдуваются и усыхают на глазах, как будто из них откачивают насосом воздух с жидкостью. За ночь волдыри над этим пальцем самой большой левой стопы уменьшился на 2 трети. Больше, чем на половину. И в втором пальце почти полностью рассосало чудо. Чтобы такое чудо было, надо знать, как это делать. Что делать. Так, 8.45. Сода чайная ложка внутрь. Еще разок предупреждаю. Сода гасится. То есть сода одна чайная ложка. Заливается стаканом, полстакана кипятка. Все она прошипела. Добавляется еще полстакана уже простой обычной воды. Комнатной температуры. Все становится теплым. И вот эта смесь пьется. Будьте внимательны. Так. 9-10. Зира пол чайной ложки. Чага сухая. Пол чайной ложки. 9.50. Стул 100%. Опорожнение полное. В одном потуживание. Первая часть колбасообразно. Вторая часть кашицы. Чуть студенистой консистенции. С грязной мутью. Тмень. Чага. Все коричневого цвета. С кисловатым, почти нейтральным запахом. Обнаружены нити. Нити. Вот это и есть паразиты. Так. 10-30. Солевые ванночки для стоп с марганцем. Плюс смазал дегтем ранки. Валдари и пальцы на левой стопе. Остальное керосином. Деготь работает великолепно. Подвижность, гибкость суставчиков пальцев на левой стопе увеличилась в несколько раз. Чудеса. Вот часто люди к 40 годам, а тем более к 50-60, уже теряют подвижность на пальцев стоп. И вот когда они думают, что оно так и должно быть. А когда начинается работа, и они приобретают гибкость, это кажется для них чудом. По эффективности деготь раза в три сильнее, если не больше, чем керосин. То есть человек может сравнить, используя и то, и это, что действует более эффективно. Поэтому именно к практике и надо прислушиваться. Так. Потерял несколько дней. Надо было сразу деготь применять и прислушиваться к снам. Как будто кто-то удерживал и давал. Предполагаю, допускаю, что действительно есть силы, которые не заинтересованы моим скорым выздоровлением. Это тонкоматериальные силы. Так, в 12.30 магния сульфат, пол пакетика, плюс в 16.30 второй раз пол пакетика. В 13.45 стул выброс, то есть все это ослабительно было принято. Значит, и в 13.45 все это сработало. Значит, жидко-грязная жижа, муть, сифон, желчь, чага, этмином. Хорошо. Пускай все это очищается. Коричневого цвета и запахом каналии. То есть канализации. Обнаружена слизь в виде нитей. Вот это слизь в виде нитей. Видишь, работает. 15.40. Выброс остатков мути. 17 часов. Солевые ванночки для стоп с марганцем, плюс деготь. Смазал полностью обе стопы. После дегтя сильный прогресс. Валдыри усыхает. То есть вот грибок особенно не любит дегтя. Что такое дега? Дега – это продукт, полученный путем горячей перегонки. А грибки все не любят вот чего-то горячего. То, что прошло, будем говорить, вот через термическую такую обработку. Общий отек стоп снижается, мертвая кожа отлетает и тому подобное. Я в восхищении. Чудеса. В 17.45 прополоскал отваром полыни. 1-2, наверное, чайная ложка, плюс вода. 1-2 чайная ложка, плюс соль десертная. Соль десертная ложка. Ага. По ощущениям много полыни. Очень горько сердце. Немножко даже застучало. Всегда действуйте по самочувствию. Надо ее уменьшить и будет норма. Полынь работает. По ощущениям в горле надо только определиться с дозировкой. Сразу после полыни прополоскал керосином на гвоздике норм. Хрень не нашел. А жаль. Буду применять полынь. Ну, это хорошо. 22.00 настой чаги 200 грамм. В кишках сразу началось бурлить и вскоре проходит. 23.00 солевые ванночки для стоп с марганцем, плюс деготь на обе стопы на ночь. В течение дня. 3 раза солевые ванночки с марганцем, плюс деготь на стопы. Полоскание сырьевым раствором, керосин на гвоздике с марганцем, полынью. Утром и вечером деготь, повысим капель с водой. То есть дозировочка растет. Видите, начал там с двух капель, ну и дошел уже до восьми. Чага сухая, полынь, зира, чеснок, гвоздика. Итого. С ножками колоссальный прогресс. Деготь делает свое дело на отлично. Утром чувствовал небольшой тяж в левой ноге. Недолго. Краснота, гланды справа и гнадик слева держатся. Но работа чувствую с полынью идет. Посмотрим. Температура 36,6 с уважением. Фотографии за 15. Что тут у нас? У нас язык, потом вот эти вот нити, потом что тут у нас? Потом, ну да, нити. Нитеобразные паразиты отходят. Стопы в 10 часов. Прекрасно выглядят стопы. Так, в 22 часа выглядит еще вроде как получше. Что я ему пишу? Отлично, подобрали ключик к грибку. Деготь, запомните, деготь. Теперь раствором дегтя полоскать гланды. И как все-таки найти хрен и опробовать его? Он менее... От менее эффективных веществ можно отказаться. Кстати, вот этот вибрационный ряд, насколько вы оцениваете его эффективность. Вообще можно подумать и описать шкалу эффективности тех или иных средств и метод здоровья. Далее рекомендация такая. Вечерком, перед сном, вспомните те или иные эпизоды и осознав их, решительно меняйтесь. То есть, вот человек чувствует, что он что-то сделал правильно, что-то сделал неправильно. Где-то ему там совесть подсказывает, где-то он это задавил. Перед сном прокручиваете все это в себе и стараетесь вот где-то там повиниться. Где-то там дать себе слово, что так больше не будете поступать. Эдуард пишет, эффективность вибрационного ряда оцениваю на 100%. Но тут, скорее всего, возникает момент веры во Всевышнего и силы которой тебе помогают. Как Божьи частицы, находящиеся в русле Божьего промысла, действуешь во благо с благими намерениями. Расписывать не буду, думаю, вам понятно. А то, что они помогают, нет никакого сомнения. Вспоминаю, когда я в первую чистку печени, побуривая полночь, терял уже сознание. И приходили мысли, что все, это конец. Но сознание или подсознание выдавало в этот момент. Ни один волосок с моей головы не упадет без воли Всевышнего. Молодец. И все стало на свои места. Я не один. Никаких волнений и страхов при любом раскладе. Вера. В тот момент я получил столько сил и внутренней уверенности, сколько у меня никогда не было. Вкратце. Как-то так. Шкалу подумаю и опишу. Итак. Доброго здоровьица. Это у нас до 16 июня. Шкала наиболее эффективных средств при борьбе с рябком на стопах. С горлом пока непонятно. В период зачистки. Понятно, что применение соды внутрь 2 года, курс тройчатки, травки буревой при чистке печени, зира, тмин, голодание и тому подобное. Все это послужило толчком к срыву грибка с места. И он побежал. Подведем небольшой итог. Это Эдуард пишет. Первое. На первое место ставлю деготь. Смазывание им в чистом виде стоп. После горячих солевых ванночек с марканцем. Действует сразу, без раскачки. За одну ночь снимает отечность. Рассасывает плотные волдари. Мертвая кожа отлетает. Гибкость в суставчиках пальцев стоп вырастает в разы. Также за одну ночь. Великолепно. Чудо. Второе. Керосин чистый и с присадками трав. Эфирных масел после ванночек. Тирание в стопы действует отлично. Но уступает дегтю в скорости достижения лечебного эффекта в 2-3 раза. Значит, керосин уступает дегтю в 2-3 раза. Третье. Микроклизмы с корицей, гвоздикой, полынью великолепно отдирают. Укрепившуюся патологию вместе с кровью. Отлично. Даже думаю, они с керосином делят второе место в дейтинге. Противопорезентарка. Четвертое. Керосин внутрь с добавлением эфирных масел прочищает кишечник великолепно. Магния сульфат пол пакетика 2 раза в день тоже хорошо. Но случаются неконтролируемые выбросы. Несколько неудобно. Пятое. Ингаляция с эфирными маслами, травами очень хорошо. Вибрационный ряд в данной шкале ставлю особняком, так как считаю, что это уже из другой категории, где идет лично твое общение и обращение к Всевышнему за помощью. Примерно как-то так. С уважением Эдуард. Эдуард пишет. Пришла мысль, что если попробовать смазывать стопы керосина плюс 2-3 капли дегтя и то же самое с горлом пополоскать, а также пососать масло с керосином и дегтем. Но это надо пробовать. Итак, продолжаем. 16 июня. Сегодня приснился сон. Я пришел в свою квартиру, в которой сейчас живем. Спустя долгое время. Прошло несколько дней. Дома никого. Стал осматривать квартиру. Зашел в большую комнату. Полумрак. Темно. Еле видно. Была то ли ночь или поздние сумерки. Свет почему-то не включал. Мебели никакой нет. Пусто. На полу разглядел грязный лист картона. Хотел его поднять, чтобы выбросить, потянуться. А он присох к полу в одном месте. Я на ощупь руками стал искать место, где присохло и вляпался рукой во что-то склизкое и жирное. Присмотрелся. А это мертвый голубь. Уже разлагается. Значит, прошло уже несколько дней с его смертью, пока меня не было дома. Лист вроде оторвал. Но не стал его трогать вместе с голубем. Стал думать, как он сюда попал. Смотрю, а створка окна на балконе и двери из комнаты на балкон приоткрыты. Понятно. Случайно залетел. Дальше смотрю и вижу, что все стены в грязи или крови. От удара в голубя, видно, метался и бился в комнате в поисках выхода. Натяжной белый потолок весь в царапинах, но целый не порван. Подумал, как же. Я это все жене объясню. Хорошо, хоть натяжной потолок удивительно уцелел. Конец. Значит, не пойму, что есть голубь и затрудняюсь оценить общий смысл сна. Я ему написал. Обычно квартира оценивается как свой организм, в котором ты живешь. И показан, в каком он состоянии. Но все поправимо. Эдуард сказал. Спасибо за разъяснение. Керосин с дегтем опробовал. Очень хорошо. Наблюдаю. Я же ему пишу. Для горла надо хрена. Я думаю, он более душистый. И его пары будут лучше проникать в капсулу глант. И с хреном сейчас бактерии, грибки очень редко встречаются. И для них это будет смертельная новость. Ну, насчет хрена, вот сообщает, понял. Но ничего не нашел. Так, 16 июня. Что пишет Эдуард? В 2.30 проснулся в туалет. Потом около двух часов ворочался. Не мог заснуть. Так как ощутимо чувствовал тяж от большого пальца левой стопы до колена. Сильный дискомфорт. В 7.30 подъем спал. Удовлетворительный язык с белым налетом. Прополоскал марганцовкой. В 7.55 сода. Чайная ложка внутрь. В 8.15 зиропол чайной ложки. В 8.55 стул 100%. Каши студенистой. Консистенции коричневого цвета. Грязная жижа муть. Тминчага. Суть. Кислый запах. Обнаружена парочка ниточек небольших. В 9.45 прополоскал солевым раствором. С полынью горла. 10.00. Солевые ванночки для стоп с марганцовкой. Плюс деготь на стопы. Плюс керосин на гвоздики колени смазывал. Стопы хорошо подсыхают. И приходят в норму. Уходит отечность. Волдари. Гибкость суставов пальцев стоп нормальная. Фактически волды плотное образование остался только на третьем пальце. Левой стопы 1.5 час. Думаю еще 2-3 дня и левая стопа будет в порядке. С утра в левой ноге тяж. Не чувствовался. Немного опять зачесалась область слева от ноздри над усами. Смазал дегтем. Там как раз у него был лишай. В 11.50 на правом локте появился участок сухой кожи. 1 на 3 сантиметра смазал дегтем. В 12.45 смазал горло. Гноник слева и покраснение гланды справа чистым дегтом. В области гланд идет работа жестко. Может сжечь. Надо осторожнее. В 15.40 керосин. Столовая ложка. Плюс 5 капель дегтя. Нормально. В ландах идет работа легче, чем чистым дегтем. То есть скорее всего это надо поправить по лоскалам. В 18.00 и 22.00 солевые ванночки для стоп с марганцем. Плюс дегтем на стопы. Плюс керосин на колени. В течение дня. 3 раза солевые ванночки. Плюс дегтем. Полоскание горла керосином с дегтем. И смазывание чистым дегтем. С солевым сполынью марганцовкой. Вибрационный ряд неоднократно. Чага сухая и настой. Зира. Итого с ножками продолжается положительная динамика. Горло пока без изменений. Температура 36.6. Так смотрим что тут выходит. Значит язык. Белый. И то что выходит из организма. Стопы ног в 9.25 практически нормальные. Конечно тут надо доработать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...